итак шестнадцатого по московскому времени сейчас мы будем соревноваться вот с этой дамой волшебницы знаете как я выбрал стресс одной из самых больших яблок всех что остаются видите вот дело в том что меня постоянно бежать друзья я вот с такой легкой веселой ироничной нотки начинаю свой репортаж вы посмотрите сюда видели меня обижаются где лишает в это возможности везде быть первым я себя начну перечислять всех этих самых друзей алексейка чернобаева латинкова царство небесное меня все обижаются меня все обходят а я почему-то радуюсь итак друзья начался вебинар который сорвался вчера воскресенье ну там причина была серьезная вот и что получилось я фактически с вами советуюсь ну потом когда в записи еще пара тройка сотен посмотрим тогда уже будет окончательно это ясно и так я несколько семинаров провели вебинар воскресенье мы с вами так значит народу резко поубавилось ну думаю ладно зато это самое людям понедельник то портит тяжелый день вот вчера получилось что раз сорвался вебинар а перенесли опять на понедельник так ну сегодня народу много не будет про сорван был вебинар люди настраивались на выходы а я не мари 8 начал его полдевятая понял что вебинар полностью угроблен так по техническим причинам выключил полдевятого включают телевизор первый канал шоу этот самый тэнтэ шоу на нтв шоу господи чего я в лес да еще какое время 16 по московскому времени 8 часов по средне сибирскому времени чего я в лес да люди все домой едут пробках стоят и так далее и тогда я сказал себе ребята прошлый раз проголосовали за воскресенье давайте еще раз переголосуем почему потому что мне кажется что все-таки жалко выходной тратить на эти нутные лекции воскресенье это пока общая а там посмотрим вы проголосуете выйдет на все лищее объявление воскресенье на все воскресенье выйдет понедельник понедельник решайте вы теперь так вспоминаю с латинковой галей домой и алексеевича жены вдовой я вас познакомил недавно соли латинковой дочкой это вторая ветка вторая линия познакомил значит до этого савинич познакомил сергеем железом познакомил еще моя задача одна из моих задач я считаю что она глобальная и это моя совесть это мой долг всех вытащить наружу всех она допустим гречесникова татьяна вот она на экране на и без меня не пропадет но это мой долг пусть еще сотни людей они узнают вот а что это такое и семья едят смотрите ее фрукты это она мне фотограф прислала давайте заглянем сюда на минутку и так я и буду всех цель наша задача переломить ситуацию стране вот сильно много это самое этих саженцы их за них надо морду бить это мое оценка моя не 1 2 3 4 5 а оценка особая бить морду вот а теперь посмотрите настоящего садовода волшебница нажимаю вот это она прислала мне телефон и кроме телефона еще вот это вот ее интернет-магазин гречешниковой татьяны а дальше чем дальше тем подробнее я сюда телефон видели возвращаемся как его найти да вы просто когда наберете вот так интернет-магазин и чешниковой вы сможете у него купить такие вещи к равным которым поверьте мне я многое видел был кое-где не буду называть супер питомники вот я приезжала прямо поступает мне фотография опять не буду а то не поймут правильно без фамилии самых популярных институтов те которые называются они и и там в этих институтах вот это самое есть вот это вот этим они занимаются заниматься легче всего этого мне абрикосы вырастить с персиками вот и тут выясняется что наши то люди вот они у нас что людей лучших у нас то лучше дата и я . называют учебу молодежь рядом со мной понятно да вот 8 909 321 45 08 стоит только набрать то что я сейчас показывал и пожалуйста а вот это она меня удивило это я она прислала ролик а я сделал фотографию с экрана это мои абрикосы я сейчас поймете к чему я говорю почему я ее выделил в особую группу вот нас сейчас саманами называют знаете да вот даже секты смотрите она вырастила мои сеансы манджурского абрикоса и говорит пишет константинович первое не вздумает типа того что ну так может повежливей но не вздумая этого выпиливать весь манджурский абрикос я его собирался выпиливать но частями вначале омолодить то есть верхнюю часть вот на уровне это два с половиной три метра отпилить все ветки а нижнюю часть оставить и она опять должна пуститься пойдет кустом вот и чтобы успеть успеть чтобы быть первой вот мне зачем нравится татьяна чтобы быть первая она попросила мне несколько веточек вот эти вот зелененькие вот они чтобы привить на вот это вот это что пустяки она хочет сохранить геном геном сохранить вы понимаете а это почти невозможно но почему почти невозможно слово почти это значит что есть она задумает вот этот человек задумает у него получится поняли почему я вас еще раз это игра с восхищением ребята с восхищением вот это последний шанс сохранится вот этого абрикосу последний шанс что к нему интерес есть к нему есть интерес понимаете после неё еще одному подавать 4 а после него еще ну хотя бы веточку 3 заказал хотя бы останется вот это вот есть настоящее садоводство да мы не сельсионеры вот но кроме нас почти никому никому да был у меня в гостях то что он по ладу скобила на тот момент за лад института на тот момент кандидат наук сейчас он пенсионер я когда его подвел сюда она не влечила тогда справа на скромно тридцать ветер это было 17 лет назад я подвел к нему а он был такой же огромный вот уже вымахал буздаров вот тут ковром лежали плоды сотни сельсов сходили густым ковром я говорю тусун ты был в сотнях садах в сотнях ты знаешь все ты знаешь всю к этому минусинскую котловину все знаешь вот бесконечно командировки по по всей сибири и не только сибири ты где-нибудь такое дерево видел что ответил тусун нет это самое выдающееся дерево или тусун меня сочтут болтуном ты знаешь мой телефон вот я могу дать твой телефон когда меня будут ученый спрашивать все это правда чтобы до тебя сослаться да давай ни один еще никому не надо вот за то есть вот такие люди считали танечка . будем спасать вот так вот я тебя преподнес выше тебя эти черни привез это каждого сделать несколько прививок и вот это вот сам это и привив вот ночью еще для тебя вырастить 307 с сета с моего подарка с моих этих кусочек мальчиков я чувствовал тогда когда дарил что они не пропадут и после этого ты сказала остановим эту самую выпиливание я остановил было правда таких было трое но все равно приятно ладно вот такое у меня начало вот такой у меня спич первые 10 минут прошли о чем вот эта фотография значит на переднем плане слева маньчжурский абрикос чуть дальше привитая королевский ну давайте у кого больше эти листья поверьте мне я в рядом стоял тут тут меня надо было сравнить эпоха дикого дичайшего это танец про тебя ударить дичайшего маньчжурского абрикоса вот с такими листьями я потом другого раз не успел подобрать дела 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 вот с этими листьями вот этими вот дичайшего ушла сейчас по моему саду на многих маньчжурских абрикосах вот один из них это один пример у меня их десятки листья крупнее чем на культурном привитом это не говорит что будут платы такие же но это говорит о том что вегетативная гиперизация действует поэтому еще раз танечка дорогая спасибо за внимание к маньчжурскому абрикосу который ты решил спасти в потомстве вот это один из примеров на маньчжурском абрикосе листья больше чем роскошного королевского так сегодня а нет это было девятого сегодня последние упали уже перезрелые плоды роскошнейшего по вкусу невероятно вкусно это мы вышли к это память яковлева почему она была у меня считалась она у меня считалась летняя но под бойли влияет вот фактически в этом году на последний падают уже октябрь лето такое что они должны были до зимы висеть ну зима не хотела не наступала а деревья созрели перезвели как будто это юг это не значит завтра морозу дарит может быть как раз и будет за 40 вот это еще будет одна проверка но я хочу сказать что память яковлева таблиц нет ни одной записи нет а меня долгят составьте табличку время поспевания сточки сюда одного дня вот туда это такой народ вы причем мне кажется многие скрывают что они это представляют себя ну научу научную часть на наших этих как бы зрителей как бы соучастников научу часть а вот подай то все данные сколько сахаристости я говорю если считать по 10 балльной системе 111 пол шутя не спрашивает вкус кисло-сладкий или сладко кисло я отвечаю слаще поцелуи вот и все мои эти характеристики вот поэтому я забуду а вы помните что самое жаркое лето какие я помню и одновременно мокрое то есть регулярными дождями 9 октября упали последние груши память якулево ничего не записывал не записывай потому что мнение для этого не сил и здоровья ребят а это для вас у меня случилась одна из моих как бы назвать это загадка 21 века дело в том что когда-то это было примерно мы познакомились в девяносто втором году девяносто третьем я взял землю 5 гектар он мне прислал несколько черенков это чернышов единственный ученый который более очень близкие отношения и в моей книге есть глава которую я цитировала несколько страниц как особо из особо уважения его царство небесное ему уже принадлежит царство небесное чернышова валерий петрович а вот он мне прислал лютнивую и сказал на всей россии настоящих вкуснейших зимних груш всего не больше черных сортов один из них люди я прививаю эту лютнивую радуюсь как мастерская у меня до сих пор знаете толком нет этих зимних ходил по это это было одна из моих надежд сейчас поймете к чему намекаю вот она оказалась чисто летние 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 так и и недавно объезд полность 30 лет недавно она начала загибаться вижу что и и как бы сказать то но время ушло это сибирь это так же как со знаете как особо условия не 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 лучшая для развития и у меня получился один маленький саженец ему три года он дал первые две груши вот они я решил продлить рот вот а сегодня уже 16 октября виде 2 октября фотографии сделал сегодня 16 октября одну снял она ждет холодильнике вторую еще висит вот это вот я уже чернобаеву ты видишь это показываю эту грушу которых одну из этих двух это не летние у меня на бирке написано люди я помню я спасал я привал почему она изменилась почему она стала снова зимней как мне обещано может кто-то признает а я уже знаю кого обращаться ученых среди нас нет вот вот эта фотография тоже интересная фотография перечащий случай осенцем не занимается так уж вышло что я выращиваю вот этот сенец королевского лист благороднейший ждем плодоношения тогда сделал выводы но мои масштабы настолько ограничены ну что я могу сделать если у меня один саженец королевского не привитый один я что и выводы уже должен делать а сколько разошлось по стране тысячи 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 пожалуйста не забывайте про меня давайте всем миром мы все вместе одна лаборатория черешня вот это вот я когда-то обжегся как я обжегся смотрите это старая фотография из тех времен 30 лет и если не если не 35 очень-очень старая фотография но сия на вишне это штамповая вишня та самая я вырастил ее и в эту вот сбоку привил черешню вот это еще тогда когда самую первую бодра достал самую первую и привил привил плохо сами видите надо было умудриться еще чуть-чуть ниже ближе чем несколько сантиметров раз второе лучше бы скелетную прививку вообще не делать а например найти несколько таких сеансов а у нас судах их полно они лезут из земли как эти как грибы вот и у самой земли привить а вот это я сделал всего два года назад нет сейчас скажу а это весной это весной у меня есть двухлетки это однолетка тут я привил у самой земли она росла вот так я показываю видите три ветки вот одну из них привил она уже пошла обгонять почему это дерево более мощная и чем хорошо прививка у земли не позволяет ей обогнать вишни вишни это мощное восьмидесятиметровое дерево она по себе мощная а череши все равно обгоняет поэтому если будете прививать и повторяйте моих ошибок у меня получилось как еще год фотографии как найду так покажу еще год и вот этот вот утолщение увеличилось еще три раза даже просвета не было я все таки еще надеялся так надеялся на это ну видите по цветочной почки ну замерзли ладно еще год уже вот такое было толстая толстая а вот эта часть у вишни по 2 она так и осталась она даже не увеличилась и еще год она погибла и я не дождался так ждал это было самое первое дерево я разрывался между работой у меня работа была не вреда и нормированная от аварии к аварии моя работа была это аварии и вот в общем получается когда она погибла я был очень расстроен очень очень даже потрясет меня от этого как высоски пела этим только разодорен только зачитались кулаки но это опыт пусть отрицательный еще бы ниже примить я помог еще могут продержалась если чуть ниже примить чуть чуть ниже и я бы хоть попробовал бы первые черешни когда я попал бутер это было еще в том веке точно сейчас не вспомню году где-то еще до земли землю я брал девяносто в девяносто третьем это в девяносто в году восемь семь девяносто в нем шла слава настоящая слава я когда приехал к нему он говорит ешь я за грозди черешни острова вот так вот и набивал рот вот так вот было вот это меня тоже потрясло поэтому для меня плане черешни главный человек в россии извините я мог назвать фамилию можно сказать оппонентов почему потому что принято взять все я показывал фильмы перед этим я вам показывал даже книгу прям схемы цитаты я фотографировал и на экран я пока но так вот берется через уничтожается часть веток причем уничтожается много веток с какой-то странной желанием изувечить дерево ну максимально и увечили это было жутко а потом это дерево должно было быть двигаться до север а здесь я вот этот случай ведь это же не просто веточка была я пошел за за значит боднара борисовича я с ним подружился вот я с ним до самой смерти практически общался вот это страшное было время вот и остался в моей памяти как гений но не признанный вот так вот ребята но я вас с ним знакомил и не раз я просто хочу сказать что если бы не боднар не было вот этой фотографии не было бы первого опыта опыт вот теперь уже не обгонит череши уже не обгонит теперь это симбионты я не собираюсь уничтожать вишню я хочу чтобы на вишне укропнились плоды я хочу чтобы эти плоды потом называются есть такие деревья вишня с генами черешни пусть это незаконные слова вишня с генами черешни потому что этого не может быть никогда но мы-то люди простые вот как это без сережек золотых поняли идем дальше вот эта фотография да это моя внучка валерия вот я просто фотографировал а тут готовить к бинару я посмотрел еще зеленые еще не опали листья но уже ковром лежат потом этот ковер будет толстый 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 вот и почему-то ни один лесник не берет грабли не вздирает все это это называется лесная подстилка вот это вот вот то что вы видите это лесная подстилка он их не не собирает и не сжигает подуша сжигал все леса были сожжены а сада жгут то есть это все еще продолжается я просто напоминаю сейчас уступило время листопада сейчас наученное я говорю официально я говорю со злобой брат прости меня за то что опять шашку руки взял с говорю со злобой наученное потом ниже примеры приведу и не поддаются переучиванию когда действует закон что нельзя жечь костры частных подборьях их жгут я каждый день жгут то есть даже не бояться 50 тысяч штрафов вот я вот это вот настолько вбита и сейчас штрафом конечно большую часть запугали вот но миллионы людей будут сжечь не будут это страшная вещь сжигание вот с точки зрения экологии с точки зрения уничтожения плодородия но несколько миллионов человек возьмет рук и грабли ни один лесник не возьмешь а миллионы садоводов которых такие же деревья растут только разница кстати тут за спиной пример несколько десятков этих самых я потом вам покажу эти полукультурных яблонь самосев понятно да вот я вот этого понять не могу и как мне 300-500 просмотров а самые первые фильмы были ну 10 тысяч просмотров 5000 вот как страну переучить самое ценное взять и выигрыш из леса я сегодня друзья собирался снять фильм не успел сейчас самая интересная картинка заключается в следующем вот пока каждом дереве лишь листва очень ярко смотрится здесь коричневая здесь желтая розовая оранжевая необыкновенной красоты все светорадуги листва упавшая и видно что это грушевое дерево яблоневая сливовая абрикосовая вот а мне надо продолжать разбираться с телеканалом бобер потому что обаятельная я потом фильм специально сниму буду ходить по саду обаятельная телеведущее который зовут ольга вот который никакой не садовод а как говорится засланный казачок вот те кто сценарий писал извините дурак дураком не она нет и сказали она брала тележку собирала из-под деревьев плодового дерева листву взяла эту тележку демонстративно увезла в лес из леса привезла точно так эту же тележку но нагребла с дикоросов листву и рассыпала вокруг дерева и сказала вот ведь как надо-то это назвала на борьбой с насекомыми средами ну чего вы смеетесь-то поняли чем будет фильм вот война продолжается ребята ну заметьте я не без всякого зла я усмеюсь одними что они учат все россию говорю брата найди мне этот пожалуйста к этот канал у меня получилось как два года назад этот канал буквально высмеял выпорол несколько фильмов снял ну пусть мало просмотров но я их отправил на первый канал россии первый канал ведущий канал россии федеральный сам а это телеканал бобер это его часть часть первого канала вот я сказал посмотрите в поваляйте кир этой матери так и писал примерно потому что они же издеваются над садами над людьми я сейчас не все рассказываю просто один такой пример привел ну но тоже идиотский этот пример привести вывести в лес траву листву с под деревьев а привести из леса дикую траву вместе с теми хищниками для которых сад богатство я разговаривался но не могу иначе я перед братом стыдюйся как не знаю краснее остались я не могу вы помните фильм про не знаю нет не помните а я вам сейчас напомню два умнейших инженера я я говорю что чем мы хороши что он среди нас очень много инженеров и два внешних инженера конструктора у те же малыши вот из породы там где не знаю к знаю к помните вот незнайка на луне незнайка т т т т и вот они изобрели машину которая должна была всю нечисть из сада убирать использовать там ягоды грибы советую еще что-то собирать ну то есть тип пылесоса только пылесос может всасывать а может наоборот струю бить вот и вот когда полчища на них напала этих самых гусениц этих жутких страшных вон они вот они же одного размера были это же малыши это же сказочные персонажи вот и они толпами под этом марш такой идет они топа отряды целая чтобы сожрать сад который малышей за которым ухаживали в этом саду вспоминаем было малина еще что-то было это вот они толпами идут и это пример борьбы с этими вы за вредами насекомыми и малыши эти незнайка и вся эта команда они дрались буквально они с одного размера они палками дубинками вот на них нападали все это саж это была настоящая война а теперь представляем что из этого лесу кандидат наук тут правда плакать надо берете туда вывозит то что в саду самое безредное это с груши упали листья груши с яблони упали листья яблони с абрикоса упали листья абрикос таким слоем смотреть шутка вот это выгребает из леса привозит вместе с этими самыми вы понимаете а для чего она это делала а нужно было занять полчаса заработать свои сребряники не понимая не вдаваясь в то что она творит вообще не понимая что она творит вообще она кандидат на ухо все проехали вот я вам выдал эту речь но я сегодня мне не получилось здоровья не хватило вот чтобы серьезно подойти это сам рассказать но стоя в саду ну фактически я уже управляю события вам рассказал спасибо мультфильму про незнайку но настолько наглядно ну показать бы ей вот эти толпище которые в мультфильме под звуки это самым марши там по моему там барабанный бой был идут толпище этих жуков и гусениц огромное количество вот как они напали на этот бедный сад как они защищались не знайка его друзья что ты творишь так кандидат вот 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 такие у меня вебинары но без этого разговора как происсказать она значит тележку вывезла с ценнейшим материалом опавшими листьями привезла из лесу с этими насекомыми зловредными вот а как мне сказать не смейте этого делать я должен объяснить почему а почему я все языки взял мультярских героев то потому что сразу вспомнили а кто не вспомнил да наберите вы это же самое и увидите эту сцену насколько все серьезно те кто делал этот мультфильм видимо случайно разбираются в этой теме а телеканал бобер то там в эти вот эти вот